Ростам Касимджанов и Руслан Пономарёв Мы провели около 10 гран-при в ЦУК. И сегодня у нас есть первый путь между Ростам Касимджанов и Руслан Пономарёв. Пожалуйста, расскажите нам про открытие, что произошло сегодня. Это было против Скоч. Руслан, я думаю, что ты немного изменил. Да, я знаю. Я всегда был проблем с Скочей в Ташкенте и здесь против Сергея Корякина. Поэтому мне нужно было решить это. Какой-то я не знаю. Я посмотрел, как Ростам играл. Он играл против Свеи. Он выглядит очень комфортно для меня. Просто было не так легко решить, как играть против Ростам. Потому что он знал много вещей. Он играл в белом и белом. Но я также подумал, что если он играл в этой версии, то это должно быть хорошо, в общем. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Это было нового или это было играть? Это было играть. Я не знаю. В общем, вместо Кин-Би-1, это было играть в Билбаву, когда люди играли против компьютеров. Я не знаю. Это было в году Ростам играл? Пробенно. Я не знаю. Я не знаю. Сергей Карякин потерял на Фриц. В этой версии. Я думаю, Фриц играл на H5. Это было очень редко. И я помню, что есть еще другие движения, как Рок-Иван. Но, окей. Я был более-менее счастлив. Сегодня я делал 16 движения. Наверное, это не реальная проблема для меня. Например, я был вчера. Я не знаю. Я делал логичные движения. Я просто развил свои кусочки. Это Би-1. Он должен найти что-то, чтобы бороться за преимущество. Ростам, как вы выяснили позицию после открытия? Конечно, я видел такую позицию. Но я не зарабатывал это сегодня. Но я не смеялся это сегодня. Я не ожидал Ростаму превращал мне. Я не могла сказать Фриц, я думал, что я не вижу. В этой позиции я не могла дать крюч five. И я не знаю, что я времени на этой позиции. После Х4. Ке3, Кб1, Би7. Но я не checked, что Х4 ещё не могла сделать. Потому что я не знаю, Я не знаю, я не знаю, в факте, я не видел так много игроков. И если вы играете на Нь-Е4, это выглядит логично. Я просто спрашиваю, что это может быть... Я думаю, что КХ6 может быть. Может быть, КХ6, да. Если я разворачиваю свои части... У меня есть три пункта. Наверное, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, это не так просто. Потому что ваш КХ6 может быть в проблеме. Я не знаю, это выглядит как раз. Я пытаюсь уверен, что я достигнула этой позиции без каких-либо уничтожений. И я думаю, что РКЦ1, я заметил в этом турнире, когда я готовил Блэк против кого-то, что РКЦ1 не так приятно. Но я не помню никаких деталей. Я думаю, что идея была, чтобы играть и играть на Нь-Е6. И играть на Бх6. Да, может быть. Я волнула это немного. Но я подумал, что если я играл на это, я попробую решить свои проблемы. Если я не играл на это, я должен реагировать. Я не знаю, почему я играл на это. Это было что-то, потому что сейчас вы примените А5, А4. Это типичный контур. Да. И также, вы не сможете играть на Г2. Я не знаю, почему я не играл на это. Какой-то я чувствовал, может быть, что Бх5 и Х5 возможности. Но я вижу, что РКЦ6 лежит. Я не уверен. Я думаю, что это было не так. Я думаю, что это было не так. Я думал, что это было не так. Я не помню. Это было не так. И я думал, что я играл на Г4. Это было очень clever. Судно. Потому что, я не знаю, что Бх5. Но, в факт, А5, РКЦ6. Я не знаю, что я не могла, что А4. И ХХ, Бх2. И Бх2. И Бх2 еще не может показать. Я думаю, что это не так. Потому что это не так. Я думал, что АБ, АБ. И РКЦ6. И РКЦ6. И Бх5. Я думаю, что это в общем. В общем, я согласен. Я согласен. Но, я согласен. Но, я согласен. РКЦ6. В общем, РКЦ6. И НФ4. И НФ4. Это очень непросто. И, наконец-то, все мои кусочки. РКЦ6 felt wrong. Потому что, он может начать кип Ме, Бх6. Но, может быть, сейчас А4 он может играть. Может быть, тоже А4. Может быть, я также играл А4. Я имею в виду, что мой бой очень簡単. Да. Вот, нет логичных движений. Но, может быть, если ты играл А4. Может быть, сейчас я могу взять. Значит, Бх5. Не знаю. Может быть. Может быть. Может быть. РК, РКЦ6. В общем, РКЦ6. РКЦ6. Я просто хочу сделать дробь, как уверенно, потому что я думаю, что это из-за контроля. Наверное, это дешевый момент. Я должен идти вот так, а потом нажать в конце игры. Потому что, если я смотрю, это выглядит очень хорошо. Не знаю. Да, я не знаю, почему я refused это. Может, я начинал халюсинать о РБ8, РБ6. Но, окей, паунь лежит пока. Я не знаю. И это была основная идея. Может быть, я могу играть РД8. Я могу играть РД8, НЕ4. Может быть, БД5. Да. Я еще хочу... Ну, может быть, я могу просто взять шпунь. Не знаю. И просто взять... Да, не так просто. Да, я думаю, это может быть очень плохо для БД5. Это было бы то, что я хотел. Да. Может быть, я не мог играть больше всего. Я просто смотрел БД7 на кассу. Да. Это такие натуральные движения. Да. Я думал, что РКЦ1 было неприятно для БД5. Но, окей, я... Какой-то... Я забыл почему. Потому что сейчас я смотрю на это, я не вижу... Может быть, С5. Я тоже смотрел. Только способом защитить Д4. И прыгать, да? Да. Может быть, С4? Нет. Ну, С4 я возьму. РКЦ8. РКЦ8. РКЦ6. РКЦ6. РКЦ1 Да, нужно анализировать, но это окей, я не ожидал, что это будет скотт, и это будет 92, потому что в Нc3 это тоже есть option, и в Мнязе может быть п3, g3. И там был момент, если мы идем немного дальше, в 24-мм, вы играли Руслан Рк8, и там была идея Ркд3, может быть? Да, я не знаю, я думал, что может быть, но можно даже играть Ркф1. Бх4, Нc5, я не знаю. Нc4, я думаю, это Бхк4. И Ркс1, я думал, что может быть, мои пицы, нет? Да, может быть, но я не чувствовал, как бы это было в победе. Я не знаю, и вдруг я мог бы быть без оппонента, поэтому я думал, что хорошо. Ркс8, это хороший движение, да. Участлив, да, и здесь нет больше защиты. Ну, где мы получили этих движений, в принципе, это было очень плохо, да. Бх4. Ну, я думаю, когда мы получили этот движение, я думаю, что это не получилось. Да, я думаю. Два пункта очень легко. Руслан, ты делал дробь, и сейчас ты делал 3-е место. Ты делал дробь, и что ты борешься за последний рейтинг? Или ты просто продолжаешь играть? Я не знаю, давайте посмотрим, как рейтинг закончится. Вместе с тем, что я покажу. Может, я попробую. Конечно, я немного нестабильный, что вчера, после такой тяжелой защиты, но я не знаю, что в последний рейтинг я потерялся. Я потерялся. Прямо как нижний рейтинг. Но все равно. Это жизнь. Да, но это очень часто случается, что в 40-е рейтинг, когда ты планируешь что-то. Ну, я имею в виду, что у меня были другие тяжелые игры, которые я успел защитить, как против Сергей Каряки, и против Хикару Накомор. Но все равно. Но все равно. Я тоже потерялся какие-то chances с Веселин Топалов. Но сейчас я уже нужно концентрироваться на последний рейтинг и уже после этого рейтинг и думать о том, что делать, как улучшить. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok